Здравствуйте, дорогие друзья! Вы снова смотрите канал Заметки Нумизмата и сегодня мы с вами поговорим на такую весьма сложную тему, но очень часто возникают вопросы по именно по этой теме, так называемая вероятная советская чеканка некоторых золотых монет времени правления Николая Второго. Ну и конечно же самая знаменитая в этом смысле монета, советское происхождение которой ну практически не вызывает никаких сомнений, это 10 рублей 1911 года. Почему мы достаточно уверенно можем говорить именно о том, что данная монета является продуктом советской, ну или по крайней мере более поздней чеканки, да потому что сам тираж 1911 года исчисляется очень небольшой цифрой, 40-50 тысяч экземпляров, да и соседний год 1910 тоже совершенно не год массовой чеканки и монеты этого года встречаются крайне редко, являются наверное самыми дорогими. А вот 10 рублевки 1911 года весьма часто встречаемые, более того большинство из них превосходной сохранности и многие коллекционеры, желая приобрести себе первую, но по-настоящему красивую 10 рублевую монету, остановят свой выбор именно на десятке 11 года, в связи с тем, что она просто красива и относительно доступна по цене, хотя конечно так тоже было не всегда. И вот значительная встречаемость этих монет при формально заявленных небольших тиражах позволяет предположить, что именно 10 рублевая монета 1911 года чеканилась после официального времени датирования указанного на ней. Есть и другие свидетельства, например, инструмент монетного двора, изготовленные в 1923 году именно для монет с датой 1911, но при этом возникает вопрос, а имперские монеты 11 года, как их отличить от так называемых советских и вообще есть ли эти отличия. Но вот однозначного ответа на этот вопрос мы на сегодняшний день не имеем и наверное еще посвятим этому ни одну и не две передачи. Обращу лишь ваше внимание, что очень изредка встречаются монеты 1911 года, отличающиеся от других своих сестер, если так можно сказать. У них надпись номинала сделана как будто бы более тонким шрифтом, чем на более распространенном варианте 1911 года, а сам гербовый орел несколько приподнят, очень рельефен, имеет хорошо прочеканенные детали и тоже несколько отличается от орла на других десятках одиннадцатого года. Действительно ли можно по этому признаку отличить эти монеты или нет? Мы с вами будем еще неоднократно говорить, но обращу ваше внимание на другую монету, о которой обычно буквально забывают, когда говорят о специальной чеканке, ну или советской чеканке, хотя подчеркиваю, что правильнее говорить специальная, поскольку мы точно не знаем, когда именно какая из этих монет была начеканена в советское время или еще до него. Это 10 рублей с датой 1909. Вы удивитесь, наверное, так как практически все каталоги, справочники указывают эту монету как вполне имперскую, удивитесь, услышав о том, что реальные тиражи этой монеты крайне незначительны, если чеканка вообще была, потому что само наличие отгрузки монет в 1909 году с монетного двора еще не является точным свидетельством их чеканки в этом году. Но практически все встречаемые экземпляры 10 рублей 1909 года, несмотря на их малотиражность, отличаются, ну скажем, специфичным исполнением. Отсутствие полировки кружка или очень плохой полировкой, многочисленными следами чистки самого инструмента, плохо прочекайными деталями. Много-много-много других свидетельств, которые говорят о чеканке монет по ускоренной технологии и чищенным, восстановленным, ранее использованным инструментом. Однако здесь, наверное, ключевое слово ранее. Если мы понимаем, что инструмент, использовавшийся для чеканки большинства десятирублевых монет 1909 года, использовался повторно, то, значит, было и первичное его использование в дату ли 1909 или, может быть, в соседнем году 1910. Но, вероятно, какое-то количество действительно монет имперского образца было произведено. И они могут иметь определенные отличия, именно выраженные в качестве чеканки. И вот в данном случае, опять же, я могу представить экземпляр, крайне редко встречающийся и очень ценимый среди коллекционеров 10 рублей 1909 года в великолепном исполнении, с прекрасной прочеканкой деталей на хорошо полированном кружке новым инструментом. Вполне возможно, это и есть заведомо имперский экземпляр 10 рублей 1909 года. Ну а на самом деле вопрос специальной чеканки имеет много взглядов, много версий и, вероятно, эта чеканка осуществлялась в разные периоды времени и для разных целей. При других наших встречах еще об этом поговорим. Жду ваши вопросы. Подписывайтесь на канал заметки нумизмата. Удачи вам и интересных приобретений. Спасибо.